друзья привет ну что гипсовый завод сегодня я открыла сразу хочу сказать что первый блин получился немного комом во-первых гипс нужно покупать не по такой цене иначе это будет невыгодно для производства по 280 рублей я покупала этот гипс и в общем это невыгодно легче наверное купить по 325 рублей квадрат нет полметра квадратных то есть получается 650 рублей квадрат готовых кирпичиков и не морочить голову это если по такой цене покупать гипс вчера целый вечер сегодня я искала более дешевый гипс и по-моему нашла пока не буду говорить точно когда найду производителя найду нормальную цену я конечно же вам об этом расскажу включу под музыку видео это самые первые цены мои какие-то все замешивала как я ошиблась в пропорциях много гипса выкинула ну потому что неправильно рассчитала но у меня и в школе были проблемы с математикой с пропорциями в общем следующий раз должно получиться в этих кирпичиках очень много воды было посмотрим как вот они подсохнут в духовке на 50 градусов я поставила газовую духовку чтобы они побыстрее высохли что меня еще не устроило в этих кирпичиках значит мне не нравится цвет ну во всяком случае может быть потому что я ожидала что это будет белый гипс а он вот вы видите какой серый сюда еще можно добавлять для крепости кирпичика для прочности какой-то процентом наливного пола здесь я ничего это не делала только гипс и вода а вот но не знаю не знаю может быть я оставлю все таки вот этот серый гипс все равно я буду красить до в белый цвет и может быть так даже будет красивее ну то есть если вот это за колеровать немножечко сверху белым цветом правда еще не знаю как это будет как я это буду делать чтобы был и серый и сверху белый или может быть просто в белый цвет покрашу а вот белый гипс намного дороже это г-16 который намного дороже в общем красота красивая вот такая получается лёшик мне подсказал где-то он там вычитал что можно сушить в духовке чтобы побыстрее они сохли на 50 градусов ну вот короче я все это дело поставила в духовку но посмотрите какая красота боже это если сделать друзья у меня прям глазки загорелись ни один кирпич не повторяется из этих шести и называется это венецианская штукатурка название вот это вот этого рисунка кирпичей называется венецианская штукатурка потом когда я уже точно пойму какой размер сколько воды сколько гипса все эти точности я вам расскажу поделюсь я знаю что многие уже загорелись тоже изготовление таких кирпичиков для своих домов квартир друзья конечно же всем этим я поделюсь так что не сомневайтесь все будет нога сейчас вот показываю своих первенцев пока здесь значит ничего не понятно как они высохнут какой они прочности будут но а визуально это приблизительно будет выглядеть вот так ну конечно потом сверху будет может быть акриловая краска может быть я начну уже делать кирпичики сразу добавляю какой-то color но вообще не хочу вообще хочу вот чисто белое короче сейчас пойду искать в интернете более дешевый гипс или алебаст ну потому что это конечно не дело по 280 рублей платить за 5 килограмм этого гипса алебастра это очень дорого накладно у меня в магазине по 50 рублей то есть получается 250 рублей 5 килограмм это тоже очень дорого будем искать какие-то другие варианты так что друзья процесс пошел процесс мне очень нравится я уже представляю наш дом и выложенный вот этой красотой так что буду заниматься сейчас покажу вам вот этот гипс вот так он называется русиан покупала я на вал борис но покупать естественно больше не буду вот такого он серого цвета я когда открыла пакет я прям ужаснулась ну вот вы видите серый серый цвет вот кирпичики вот такого цвета и гипс видите как называется алебастр а я бы хотела гипс строительный говорят это одно и то же но я в этом сомневаюсь так что еще вам понадобится понадобится вот такая миксер смесите у меня подошел под шуруповерт на зоне я покупала если кому надо такой вот с тонкой насадка я поделюсь ссылкой где я покупала двести пятьдесят девять рублей по моему стоит вот этот венчик миксер так что еще понадобится понадобится весы естественно чтобы взвешивать так что еще вот силиконовые формы и обязательно либо шпатель который но когда вы зальете эти формы вот так вот потом сравняете это вот называется вообще-то кельма кельма я этой кельмой в старой квартире на варшавке в москве сама делала стены из жидкие обои называется вот для нанесения жидких обоев я использовала вот эту вот пластмассовую кельму именно пластмассовую кельму так что вот сейчас она мне пригодилась когда вот заливается сюда раствор вот так вот потом ровняем ну или широкий шпатель именно широкий не узкие чтобы вы сразу вот так вот одновременно все вот это дело вот так вот выровняли то есть залили и потом вы так выровняли лишнее убрали вот естественно сразу после процесса надо все вымыть и вылить это все только не в канализацию вашу я выливала на улице то есть если бы это было в москве я бы не смогла этим заняться потому что сразу забьется канализация и еще в общем на делаете беды выливала все на улицу до перед тем как залить эти формы я их окунала вот здесь у меня мыльный раствор в тазу то есть окунаю форму в мыльный раствор но чтобы легче и хоть они и силиконовые но где-то я вычитала чтобы легче это все как бы отставала потом при засыхании так что вот здесь вот у меня такая мини мастерская монка значит почему здесь в ванной потому что здесь можно закрыть дверь чтобы коты мои не открыли здесь круглая ручка сейчас я вам покажу вот такая круглая ручка которую кузьма не может открыть если бы ручка была другой формы нажимать когда вот так вот ручка да такая вот горизонтальная то эти двери он спокойно открывает прыгает на ручку и открыл вот так что у меня здесь такой творческий бардачок закрываюсь особенно в момент когда выливаю гипс и естественно его нельзя трогать чтобы коты мои туда лапами не встряли венецианская венецианские кирпичики с лапками моих котов вот все им надо конечно же как как только закрывается сразу сюда нужно всем так что вот друзья занимаюсь потихонечку тонкостях когда я говорю уже будет известно как и что я вам расскажу потом подробнее